Я в конце урока там задам кое-что. Хорошо? Хорошо. Сейчас я вас отмечу. Продолжение следует. Так, значит, Дмитрий у нас отсутствует, Роман у нас здесь, Федор у нас здесь, Нурья здесь, Елизавета отсутствует, Анатолий здесь, Сослав здесь. Так, все, всех отметил, пять человек, раз, два, три, четыре, пять, тихо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, я вместо того, чтобы свернуть на X нажал, и он меня выкинул. Так, давайте начнем. Напомните, пожалуйста, на последнем уроке что вы мне сделали? Погенацию. 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 Обе погенации я вам показал. Скролл об хотели сделать. А, да, скролл. Значит, другую погенацию я вам показал, да? Да. Все с вами. Хорошо. Значит, я регенацию показал, теперь давайте что сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Так, еще пара фишек хочу показать вам. Каких фишек? Ну, как отобразить картинку? как отобразить картинку. Почему? Потому что вроде бы простая вещь, но также со стилями чуть-чуть поиграемся. Вспомните, как в стилях это нужно все прописать. Что конкретно? Блур добавить. Да, это я снизу напишу. А может вопрос? А мы по геннаджу второй будем рассматривать? Да, да, конечно будем. Просто хочу улучшить функционал. Почему именно улучшить? Потому что каждый маленький плюс это уже огромная фича. То есть старайтесь в целом чтобы запилить какой-то проект, не важно какой. Ну, не знаю, там добавить погенацию. Без погенации ваш сайт все равно работать будет, но это маленький плюс. То есть одно дело у вас вот такой скролл огромный, другое скролл маленький и по геннаджу. Уже удобно. Плюс. Без этого жить можно, но все равно с этим удобно. То, не знаю, поисковик какой-то, чтобы можно было искать. Там, кеширование, то, что мы с вами сделали, тоже плюс. И вот так плюс, 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 и в итоге у вас будет сто плюсов. И вот эти сто плюсов уже гарантируют вам то, что ваш проект будет выделяться из большинства проектов. Поэтому обязательно все время нужно вдуматься за этим плюсом. Вот прям любой функционал. Например, image crop вот. Может, вы видели, вот такой функционал обычно бывает на инстаграме или там еще где-то в каком-то фильме, который работает следующим образом. у вас на переднем плане картинка, а на заднем плане blue такой. Делали такое когда-то? Нет. Или же вот здесь не очень хорошо видно? вот например. То есть картина, которая по краям уже выдвинула в блог. Но здесь у меня вытекает вопрос. Вы, как люди, которые прошли еще на ССС, то есть приблизительно понимаете, как это можно реализовать на нашем сайте. то есть я хочу, чтобы фильмы отображались именно вот так, вот прям вот как это фото. здесь один вид вот типа этого. еще раз как я не слышал? Один и внутри другого. И что это даст? Один побольше, другой поменьше и одинаковые изображения и у него упасть и да, 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 точно. Вы это делали? Или вот сейчас надумали? Мы этого никогда не делали. Вы этого не делали, окей. Да, вы сказали правильно. Эта картина и эта картина, это одна и та же картина. То есть вам просто нужно задать стиль, где будут две картинки друг на друга. У этого добавите там блюр и здесь вы просто отобразите вторую картинку. Давайте это сделаем у себя. запускаю. это запускаю. Сначала запущу вот это вот. через css будем да 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 а я не запустил про лик соли так у меня запустилось что мы делаем давайте мы введем какой-то фильм абсолютно не важно какой и вот у меня фильм окей во первых здесь много косяков первый косяк то что картинки разного размера вот например видите то есть это ужас так оставлять конечно же нельзя карточки разного уровня из-за картинки и так далее это все нужно учитывать то есть хотим мы этого не хотим то есть в идеале это все нужно учитывать это очень важно я вот это все закрою зайду на search вот я сделал search у меня отображается вот этот partition окей захожу значит изменения я буду делать на partition потише вот все комментарии которые я удалю то есть я устал от них эти примеры у вас есть все время комментировал чтобы у вас был пример новый старый и так далее теперь что мне нужно сделать мне нужно добавить div как нам посоветовали сказали правильно который будет внутри иметь этот имидж ну что я делаю я внутри этого div ну прям внутри карточки стал я удаляю давайте посмотрим как это выглядит вот никак это не выглядит круто идем дальше внутри карточки я должен создать div внутри я должен поместить класс у нас bootstrap поэтому amg контейнер и внутри этого дева я помещаю вот эту картинку вот так окей это будет внешний div который будет хранить картинку и еще нужно запилить еще один div который тоже будет хранить картинку и сделаем так div где style у этого diva будет background image url и нужно прописать саму картинку картинка будет model . foster вот так так я это сохраняю но этого diva никакого высоты нету поэтому мне это уже толк окей значит что мы делаем мы задаем в стиле чтобы через стиль это все обработать у внутреннего diva я квазу дам ну давайте потом мне придется зайти в css и прописать следующее во первых во первых я должен прописать что моя карточка она содержит ну про карточку пока что забудем вот прям сразу к имиджу добавим что хейт у него будет 250 пикселей вот так и object fit поставим ковр стопер теперь как минимум наши картинки все одного размера как минимум ну понятное дело мы можем это взять и увеличить на 200 и он увеличился уже ну дальше уже нужно играться как вам нравится что вы хотите то есть это не важно и по своим нуждам выполняется тот или иной размер то есть какой у вас сайт и так далее окей после этого я должен задать как раз такие значения 200 пикселей посмотрим как он будет 200 пикселей так я это сохраняю и вот уже все круто то есть вот какая картинка у меня получается и мне придется сделать что мне придется вот эту картинку положить на эту картинку чтобы и задать блур потом все понятно что мы хотим сделать почему две картинки друг на друге и так далее ребята я захожу сюда добавлю этому имидж имиджу блуз направо напишу фильтр и напишу там блуз не знаю 10 пикселей давайте и позиция поставлю центр background позиция пока центре будет окей это мы с вами сделали что нужно сделать дальше мы должны ему сказать что вот то что блур видите выходит он за карточку выходит и вот здесь идет обмание такое я не хочу чтобы это было я хочу чтобы он обрезал вот это все то что выходило за карточку то есть вот то что выходит за карточку прям обрезал как это мне прописать я должен прописать просто . карт overflow hidden так здесь он выходит делаем обновление и теперь он за пределами карточки не выходит так здесь вопросы понятно хорошо дальше я должен задать размер давайте что или давайте даже задам я контейнеру чтобы не запутаться и имиджа добавлю совсем другие параметры в таком случае мне придется прописать следующее мне придется зайти в position значит здесь amg контейнер я этот скопирую и сделаю и следующее то есть я хочу ему задать значение amg контейнер ему я задаю что у него должен быть height 250 пикселей и позише будет релетик все у блурера будет нам уже не нужен здесь нам нужен здесь только фильтр программ позиция центр оставляем не трогаем и ставим позиция и вот здесь что мы делаем программ позиция центр я указал позиция абсолют и делаем расстановку left 0 топ ну чтобы это растянулось и было прям весь этот контейнер не должен быть больше по высоте чем основной сам блюр ну мы его растянули мы его растянули то есть мы делаем топ 0 пикселей он уже растянет его 0 пикселей right 0 пикселей то есть он возьмет всю окраинность сверху вниз и слева справа полюр должен быть меньше чем контейнер здесь карт имидж в принципе это тоже можем убрать у контейнера 250 пикселей хватит значит у имиджа оставляем так у имиджа у нас cover объект фит сделаем контейн так будет более правильно вроде бы с ним все с контейнером пикселей сделали а имидж блур мы вешаем над ним где абсолют 0 0 0 ну в принципе давайте сохраним сейчас проверим что не так запускайся окей этот момент мы тоже рассмотрели этот момент мы тоже рассмотрели но теперь придется вот это просто поменять местами и размер уменьшить внутреннего вот этого имиджа чтобы он был над ним а во вторых чтобы он был меньше его то есть вот это все нужно нам учесть что мы сделаем для этого во первых для этого нам нужно z-index все знают что такое z-index и для чего он нужен да позиция сфере и сзади абсолютно верно имиджу я задаю z-index 1 но в данном случае это работать не будет это работать не будет почему это работать не будет потому что я здесь позиция не указал то есть это работает при позиции позицию любое давайте давайте все у имиджа hate сделаем сто процентов и осталось только поставить заиндекс но по дефолту там все равно будет ноль и катинга будет выше давайте запустим супер и вот мы добились то о чем мы с вами говорили то есть да это просто такой скажем функционал прям без этого жить можно я бы мог этого не показать то есть без этого вы не умрете но проблема в том что это вот уже один какой-то плюс то есть то что было до и то что у нас сейчас то есть то что мы имеем на данный момент насчет того что вы говорили задняя картинка должна быть больше чем внутренняя это абсолютно верно я здесь ему указал у этой картинки топ ноль left ноль right ноль и bottom ноль поэтому он растянулся на весь поставил overflow hidden чтобы не выходило за пределом карты чтобы не было так грязно если карточки не было вот этой границы то overflow hidden можно было даже не делать но на данный момент это желательно нужно было сделать так потому что здесь есть контур и выходить за этот контур имея вот этот контур это было бы совсем некрасиво окей давайте введем какой-то другой фильм не знаю там спайдермен вот и вот то что мы хотели с вами сделать это было не сложно но смотрите здесь карточка больше почему кто скажет из-за названия растягиваются что из-за названия растягиваются да абсолютно верно именно из-за названия он у нас растягивается окей он у нас растягивается почему он у нас растягивается мы это поняли и нам нужно обязательно это отработать чтобы он не растягивался это первый момент второй момент какой ну это можем сделать по-разному то есть здесь нету никакой трудности или уменьшаем текст то не очень-то и хорошо просто вот этот текст где он находится хейт задаем там не знаю 30 пикселей и в 30 пикселей он будет умещаться все время ну это условно то есть это решить не проблем но проблема в следующем проблема в следующем мы с вами на прошлом уроке сделали погенацию эта погенация у нас работает а нет не работает даже мы не учли вот этот момент то что здесь может быть много страниц да кстати мы это не учли задание было да да а я то говорю почему не учли вы это сделали задание да окей в принципе это было несложно вы могли это сделать абсолютно разными способами вот прям абсолютно разными способами давайте покажу один из способов один из способов один из способов заключается в следующем во первых вот это все я удаляю слишком грязно слишком эти примеры все у вас есть закомментировал чтобы у вас примеры остались окей дальше я сделаю такое конвертирование уменьшить здесь 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 и вот этот for чисто отвечает за поедино окей вытекает следующий вопрос как мне сделать чтобы слева и справа было пять те ребята которые не додумались то есть смотрели но не смогли придумать или же времени хватило посмотреть даже смотрите как это нужно было сделать когда вы ставите себе задачу задачу нужно разделить на под задачу и в итоге что в итоге тебе нужно плюс пять от текущей и минус пять все это моя логика то есть если она двадцатой странице мне нужно плюс пять до двадцати пяти до двадцать четырех один два три четыре пять двадцать пять окей и минус пять пятнадцать то есть пятнадцати до двадцати пяти но даже это много можно с шестнадцати до двадцать четырех вот так будет круто и И, значит, ключевой момент какой, это когда вы от текущей страницы отнимаете минус 4 и плюс 4. Вот и все. То есть, это была ваша задача. То есть, здесь вы смело пишете следующее. Вы берете, этот вариант у нас был, я это комментирую, и меняете ваш код на следующий код, где говорится о том, где вы идете, так, это первое условие, от i1 до iModuleTotalPage, ok. И вот здесь ставите условие, если i больше либо равно единице, то есть, это условие такое и должно быть, больше либо равно единице. Или даже нет. Вы можете сделать что? Оно должно быть больше пяти же. Почему больше пяти? Потому что сначала должны отображаться. А если я на двадцатом буду? Если я на двадцатом буду? Больше пяти что мне даст? Вот я на двадцатой странице. Если я на двадцатой, она будет отображать влево в пять и вправо в пять. Вы говорите, что нужно написать i больше пяти? Ну, это вот для начала, чтобы этот код срабатывал, когда уже... Да, для начала идеально. Страница больше пяти. Для начала совершенно верно. Нужно было написать так. Ну, я хочу написать дипкий код, чтобы он и в начале, и в конце все время выдавал правильно. Я могу это сделать следующим образом. CurrentModel.CurrentPay, текущая страница минус пять, ну, минус четыре давайте. Если текущая страница минус четыре, и это будет больше либо равно i, улавливаете логику или пока нет? Да, если это один или больше одного текущая страница. Окей, что мне это даст? Допустим, Current я на первой странице. На первой странице. Что мне это даст? То, что он не будет срабатывать. А, нет, с первой страницы. Да, он будет. Да, он будет. Вот как здесь можно ловко прописать один какой-то if, и вот в этот if поставить и, и чтобы это срабатывало. Это можно даже следующим способом написать. Чем прописывать логику здесь и мучить себя? Вы берете и начинаете не с одного, а с Model.CurrentPage минус четыре. И идете до, давайте я это все скопирую все-таки, чтобы у вас остался. Так, вот эту поединацию полностью я копирую, вот так, комментирую. И вот здесь я покажу, что нужно было сделать. Вы просто в этом форе указываете, я иду с Model.CurrentPage минус четыре и иду до Model.CurrentPage плюс четыре. Вот здесь это будет работать все время. Но, вот здесь не нужно поставить условия. Выводить только те i, которые больше нуля, даже не ноль, а единицы. Ну да, единица будет, по сути, то есть если ноль не попадет. Или, нет, не или, а единица должен быть меньше, либо равно Model.TotalPage. И вот это я беру и вырезаю вот сюда. На данный момент, вот кому что не ясно, это очень важно. Ясно. Так, Нурия, вам. Понятно. Я, правда, не делаю ни это, но я как бы приблизительно так и думала, но я как бы от десяти хотела, вы там десять говорили. Минус десять или плюс десять. Ну да, можно минус десять, минус пять. Это уже на вкус, на желание и так далее. Так, Федор, вам тоже все ясно? Да, все понятно. Окей. Подтекает следующий вопрос. А если я на текущей странице буду, на первой странице, первой странице минус четыре будет минус три, то он мне минус три будет отображать? Нет, потому что я поставил условие, что отображать только те i, которые больше нуля, то есть один, и меньше TotalPage. То есть если максимум двести, то это отображать. Если я буду на последней странице, последняя страница у меня двадцать. Двадцать плюс четыре будет двадцать четыре. И даже если i будет больше, например, двадцать один, я сюда не попаду, потому что модул TotalPage будет больше этого i. И если i будет двадцать один, а здесь TotalPage двадцать, то он этот i просто не напечатает. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я это запускаю. И вот. Плюс пять, ну плюс четыре, ноль нету. Если я нажму на пять, то и слева будет четыре, и справа будет четыре. Если будет девять, то опять-таки и слева, и справа. Тринадцать, семнадцать, всего тридцать три страницы. Двадцать один, двадцать пять, двадцать девять, тридцать три, последняя страница. И все, дальше не показывает. Если тридцать два сделает, то он тридцать три покажет. Все. Вот это было самое оптимизированное. Ну, можно и лучше написать, конечно же. То есть это было самое понятное и самое легкое. Самый легкий способ. Дальше я хочу вот это все централизовать. Как я могу сделать так, чтобы это было по центру? Кто поможет? Кто поможет? Класс надо дописать. Да, да, вот полностью погенация была на центре. Вот прям как обычно начало быть. Класс надо дописать там. Что-то там центр. Это в bootstrap надо посмотреть. Justify contain центр. Да, наверное. Смотрите, вы знаете, да, если я напишу deflex, то это будет display flex. Да? Но здесь я выбрал просто дисплей ему, чтобы он был flex. Здесь я напишу здесь текст центр, то, что предлагали. Да? Текст центр? Нет, не текст. А что? Justify? Да. Именно контент, да, центр. Да. Вот, и это сработало. Если мы уберем deflex. Так, ну, все равно это работает. Bootstrap, наверное, изначально подключен. То есть, по сути, через CSS мы бы это сделали, это не сработало, потому что display flex у нас не выдан. То есть, align item, justify content center работает только когда display flex. Окей, централизацию мы тоже своими сделали. Супер. Но есть еще один такой щепетильный момент, что не очень-то и хорошо. Вот в данном случае, что не очень хорошо. Продолжение следует... Внимательно посмотрите. Вот здесь что-то не так. По сравнению именно с гибкостью. Наш код не гибкий. Может быть, начало и конец, вот где ифы, они очень похожи, только там current page минус один и current page плюс один. Меняется только. Вы про это? Или гибкость? В каком смысле? Вы про это? Да, в целом эти две строчки вообще одинаковые. Что начало, что конец. Да, одинаково. Ну, по сути... Можно эту всю погенацию вытащить в компонент. Тоже это правильно, но пока что не настолько. Вот прям вот здесь что-то не то. Мы четверку написали. Это не очень хорошо. Почему не хорошо? В данный момент это... То есть ясно, что нужно сделать, как нужно сделать. Но когда ваш проект будет огромным, и вам позвонили и сказали, что нужно поменять по 11, чтобы было не по 4, а по 10, ну, условно говоря, вам придется запускать проект, вам придется искать, где оно находится, в каком контроллере, чтобы потом найти, какую вьюшку открыть. То есть у вас 100 папок здесь будет. Открываете search. Вы занимались другими вещами, открыли этот проект и уже забыли, что вы там делали и как вы там делали. То есть вам придется опять как минимум время тратить. Вот как практически нету, лейаут там. Нету search и так далее. То есть сейчас я это делал, я это помню. Но через 3 месяца, если я погружусь в другой какой-то проект, я уже забуду вообще о существовании этой погенации и мне придется опять копаться и разбираться. Поэтому что вы можете сделать? Вы можете в этом вью-моделе просто взять и указать, там, не знаю, проб, инф, сайз, пейдж или лимит пейджи, не знаю там, пейджи. И в хоме, в хом контроллере указать, что у вас будет сайз пейдж равен 5. Ну, 5 я хочу. потом заходите в этот search и вот здесь не минус 4, а model. size page. model.size page. все. И вы железно знаете, что если вам придется что-то заменить, вам не придется заходить в эту вью-шку. Вот. Минус 5 и плюс 5. То есть, если будет 10, то от 5 до 15. вот. И это будет намного правильнее. Если вы открываете какой-то проект и пытаетесь там поменять в верстке что-то, то это говорит о том, что вы неправильно запилили этот проект структурно. Почему? Потому что на данный момент это не очень-то и хорошо. На данный момент как делают? На данный момент делают следующим образом. Вы берете, пишете вью-шку и во вью ничего не отправляете. То есть, если вы хотите максимально гибкий код, то в данном случае, например, какой-то проект приложение, которое написано на телефоне, бэкэнд написан на, ну, не на телефоне, а на флаттере, не знаю, на андроиде и еще так далее. И вам нужно что-то поменять. Вам нужно что-то поменять. Там при выборе выходит какое-то уведомление, там, не знаю, выберите это, выберите то. И всю надпись должен отправлять сам бэкэнд. Почему он должен это все отправлять, потому что окей, вы выводите там, выведите, пожалуйста, это-то. Завтра вы будете выводить не это, а что-то другое. Вам придется менять, во-первых, и на бэкэнде, и на фронте. То есть, чтобы вопрос выходил правильно. Но если вы будете отправлять сам тайтл, и там будет кнопка просто да-нет. то есть, там кнопка да-нет, бэкэнд отправляет сам же вопрос, который фронт-энд отображает на вопросе. И если да, то отправляет true, если нет, то отправляет false. То есть, логика остается та же. И это будет намного эффективнее. Почему? Потому что вам не придется все время что-то менять и там, и там. Потому что если будет все по-разному, вы должны подождать, когда поменяется бэкэнд, вы должны подождать, когда поменяется фронт-энд. И то есть, это все занимает время, когда это можно решить все на бэкэнде. Это ясно? Окей. И вот такая была у нас проблема, которую мы с вами решили. Теперь, если что-то придется поменять, вы просто зайдете в фон-контроллер, то есть, я уже буду железно знать, что я к вьюшке не привязан. Это к вьюшке ко мне привязан. То есть, я из бэкэнда должен управлять этой вьюшкой. И если я из бэкэнда не могу это сделать, значит, я не очень-то и хорошо все реализовал, то есть, структурно. Но в данный момент нужно больше, я написал 10, слева 10 и справа 10. Окей, вы хотите намного гибкий код, там условно говоря, что вперед 10, назад по 5. То есть, минус 5 плюс 10. Тогда уже две перемены. Но это уже слишком. То есть, это в зависимости какие спросы, что хотят и так далее. Окей, это тоже, думаю, всем ясно. Следующий момент, который я на прошлом уроке сделал, но, то есть, я хотел об этом сказать, потом забыл, и вы, из вас никто это не заметил, то есть, я закомментировал это, но это было вот прям осознанное решение, почему, то есть, я это не объяснил, чтобы потом у вас просить, чтобы посмотреть, вы заметили это или нет. Но потом забыли. вот этот ив я закомментировал. Почему? То есть, зачем я его закомментировал? Пускай кэш работает, запросы будут не базу данных идти, не запросы какие-то на чей-то сервис, а вот прям с кэша. То есть, это будет намного быстрее. Но при этом я закомментировал. Почему? Почему? Вот подумайте, за это прям 12 можно поставить. Я вот так поставлю. Вот это убираю. И вот этот ив почему-то я закомментировал. Вроде бы вы должны были сказать, Фарис, что ты делаешь? Это же намного быстрее. То есть, это кэш, и это будет работать быстрее. А ты берешь его, комментируешь. Чем он мне не понравился? То есть, он работал, мы это проверяли, и все круто. То есть, он работает правильно. Но потом я его закомментировал, когда я сделал педенацию. Почему я это сделал? Вы его не доделали? Если с ошибками написать, он это и запомнит. Окей. Это один из вариантов. Нет, мы написали ошибку, зашли внутрь, мы не смогли подгрузить эти данные, выкинули exception, потому что false. И в итоге мы сет не сделали, то есть, мы даже не сохранили эту ошибку. То есть, вопрос не в этом. еще может быть, что он не обновляется, если сайт обновился, кэш. да, это тоже супер, но я поставил здесь один день. То есть, в итоге он будет каждый, то есть, все, что я сохраняю, будет длиться один день, не максимум. Федор, то, что он работает неправильно, на данный момент, да, он работает неправильно. Но почему он работает неправильно? Когда мы это написали, мы проверили, и все работало правильно. То есть, все работало так, как должно было быть. Мы второй раз, когда проверяли, вы там показывали, что когда с маленькой или большой буквой пишут, он по-разному воспринимает это. Окей, правильно, я взял, сделал title to lower, теперь пользователь ведет фарит с большой или фарит с маленькой, это будет то же самое. Я это на 33 строчке учел, и отправил этот. Что-то я не увидел. Да, но почему-то все равно он работает неправильно. То есть, постарайтесь вот это понять. Если вот поймете, будет супер. Вот прям 12 можно поставить за это. То есть, все, что вам нужно, это вот прям перед глазами. И здесь закомментировал. Здесь по другой причине закомментировал, об этом тоже потом. А, нет, здесь ID с маленькой смыслом, то ловер делать. Ну, здесь туловер, но туловер делать смысла нету, потому что там тт, ну, если значение меняется, то смысл обязательный. Там OMDB S и вот TTS маленькая и все число. Если завтра ID поменяется, там, ну, все, заполнился этот ID и уже добавят какую-то букву, букву будет регистрозависимой и наша логика будет выполняться неправильно. Но это понятно, почему. А вот здесь вот прям самый такой момент моментов. Вот здесь. Почему? Если неправильный результат, там, например, фильмов таких нет, он закрессируется или нет? Если он выкинет ошибку, то есть если сервис ничего не отправит, то в этом случае, ну, как ничего, он мне false отправит. Если я что-то некорректно ввел, он отправит мне false и я выкину exception. И он до этой строчки не дойдет даже. Понял. Еще один момент, Федор, вы недавно появились, да, в группе? Ну, в целом, да, недавно. А вот домашние по SP я все сделаю в отпуск, вот, с понедельника у меня отпуск, я все прям сделаю сразу. А, очень хорошо. Сейчас времени не хватает. Да, да, хорошо. Так, еще вот подумайте, вот почему вот здесь, вот прям сразу хочу вам сказать, просто я хочу, чтобы вы подумали, посмотрели вот полностью, даже если не найдете, как минимум вы сканировали, потом я скажу, в чем ошибка, и вы потом поймете, где вы просто мимо прошли, и в следующий раз, чтобы вы вот прям мимо не прошли, зная, что может быть такой косяк. нет, никак. Нет, окей как минимум будет просканировали этот метод ошибка заключается в следующем следующем ошибка именно в том что мы добавили page из-за того что мы добавили page это работать не будет с подсказкой объясните почему то есть что зачем и что пейс добавили пейси что может потому что там интро у нас полностью везде стринги нет подача вам было огромное подумайте ошибка в пейдж то есть погинация у нас работает чеширование нет почему давайте это была крупная подача потому что он сохраняет страницу в каком плане всегда будет первую до делать абсолютно верно я отправляю здесь халк page 1 он халк уменьшает я проверяю халк есть или нету ну в первом случае нету я делаю запрос получаю фильм я записываю халк и результат на второй итерации я отправлю тот же самый халк а страницы будет 2 он зайдет проверить тайтл халк есть он скажет да есть на возьми и даст не первую страницу я отправлю десятую страницу он все равно будет выдавать не первую страницу давайте чтобы наглядно вы это увидели так я захожу ввожу спайдермен он вернул мне страницу вот он между ног не держит здесь две руки без картинки вот будем считать флаг типа флаг я нажимаю на двойку он верну ту же страницу хотя page 2 я нажимаю на десятую страницу он опять-таки верну ту же самую страницу всем есть на проблема почему нет именно какая у нас проблема мы конкретную страницу ставили получается сейчас поговорим почему так вот именно понятно в чем сейчас проблема ну я федор а понятно понятно очень проверка на странице сделать как вот это можно решить кто подскажет мы в memory cache еще страницу можем записывать или нет не знаю я не знаю вы говорите я пропишу что нужно прописать так еще раз memory cache set и что добавить туда page да абсолютно верно вы просто создаете здесь string кей который содержится следующее он содержит title плюс нижнее подчеркивание плюс page и по сути этот кей будет красный на каждую страницу и я сохраняю не тайтл а чей потому что мне нужны пейдж то есть если халк 1 халк 2 халк 3 то есть он это все учитывал его и проверял именно тот фильм который мы имеем я это запускаю 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 и теперь я вожу халк я вожу халк у меня человек за спиной и опять человек руки скамейка и четыре человека я захожу страница два и вот совсем другая картина вот прям по последней девушка но имидж вот применялись теперь я нажму на 2 он ведет быстро видите он даже не думал вот если на 7 он чуть думает потом возвращает а а один-два уже будет быстро почему потому что это все за кэшируем всем теперь в целом ясно какая была проблема как мы ее решили и в чем заключалась именно фишка если это понятно то это тоже круто потом что можем сделать мы можем сделать еще одну погибаться напишем не волнуйтесь давайте пару фичи добавим чтобы сайт был чуть такой живой а то просто картинка тухлая там погибаться было с краю и полная каждый маленький плюсик и вот уже будет круто дальше что я хочу я хочу сделать что обычно когда вы заходите на какой-то фильм на сайт фильмов то слева или справа бывают такие рейтинги типа топ самых просматриваемых не знаю топ топ по рейтингу те которые на данный момент смотрят и так далее правильно теперь я хочу ну прям показывать сайт не буду вот вот прям вот здесь я хочу чтобы был список самых просматриваемых или не знаю те фильмы которые просматривали ну там давайте ну в принципе ой ну в принципе то же самое будет так и напишу где индекс индекс и в этом индексе я хочу сделать что я запускаю див ну прям не див а h1 h1 вот здесь здесь hr и вот здесь чтобы отображалась рецент ойс вот так то есть фильмы недавние фильмы которые просматривали и вот прям внизу чтобы был список хорошо вытекает следующий момент как я могу это сделать и общую картину представлять как это можно реализовать то есть фильм которые были которые посещали как это можно реализовать то есть мы запилили загрузили вот которые заходили details где да 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 заходили именно закешировать их и потом вот здесь отображать ну кешировать будет не совсем то не совсем то вам придется просто последовательно все кешировать то есть то есть detail нажали записали в кеш detail нажали записали в кеш у вас в кеш уже будет 500 фильмов вы просто кеш заполнили свой то есть кешировать прям один какой-то detail смысла нету а вот кешировать запрос например запрос на первую страницу на вторую страницу и чтобы вот этот запрос не повторялся то есть если кто-то второй зайдет чтобы он это не повторял а просто взял и использовал закешированный момент то есть выводить сюда то что кеша есть да да ну даже можем это сделать чуть по-другому чуть по-другому каким образом мы можем это сделать ну например использовать паттерн который вот уместен нам и давно пора мы можем уже использовать тот или иной паттерн паттерн мы проходили ну так мельком было окей ну мы все равно будем использовать самый такой простой паттерн вот здесь какой паттерн можно использовать паттерн который будет показывать вот эти фильмы которые в последний раз мы заходили общую суть вам расскажу как мы это сделаем мы создадим один класс class который будет называться не знаю тому Последние добавленные фильмы. Последние просмотренные фильмы. У меня идея появилась. Паттерн. Видитар был, по-моему. Это он? Что будет делать этот видитар? Не совсем. Хотя через него тоже можно сделать. То есть он будет не совсем удобен именно для этого случая. Почему? Сейчас я объясню. Я возьму и буду это отображать, этот фильм. На статистике, на еще где-то. То есть не важно где. Главное, что я буду это отображать. И я могу это отображать абсолютно везде. На первой странице. На второй странице. На главной странице. И вот прям видитар использовать будет невыгодно. Поэтому я могу использовать паттерн Singleton. То есть я буду со всего то есть не важно с какого места. Я буду обращаться в один и тот же класс. То есть и он не будет пересоздаваться. то есть я буду использовать паттерн, паттерн Singleton. Я буду везде к нему обращаться. Там не знаю, в серче, там еще какой-то detail, еще что-то. и в итоге в итоге в итоге это займет у меня очень мало памяти. То есть я смогу сэкономить свою память. В том плане, что это во-первых. Во-вторых, я буду внутри содержать Q, чтобы не было такого, чтобы добавить 100 фильмов. То есть это тоже другой момент. это ясно, что я вот сказал. Потому что паттерн Singleton будет очень легкий. Я смогу обращаться, вот у меня здесь 10 страниц будет, там топ 10, топ 20, топ еще что-то. И вот этот Ressent Movie я смогу вызывать, ну, например, зашел в Home, и вот слева какая-то обложка идет. Справа какая-то обложка идет. Захожу в другой сайт, там сверху Ressent Movie. Захожу в Index, здесь по центре Ressent Movie. И со всего я буду обращаться в один и тот же класс, в один и тот же сервис. И это будет очень, скажем так, незатратно. То есть экономно будет. Это первая оптимизация. Вторая оптимизация, то что этот сервис не только будет Singleton, но также мы должны внутри хранить лист, который будет содержать все фильмы, которые мы зашли. Правильно? Но заходить мы можем, то есть зашли тысячи пользователей, каждый тыкает на какой-то фильм, каждый тыкает на какой-то фильм, и это будет не совсем правильно. Я беру и в лист делаю и там прям миллион фильмов накопилось. Я это смогу вот здесь отобразить тысячу фильмов? при желании можно, при желании можно, но будет глупо, то есть здесь будет длинный скролл, который просто вращается, то есть ни один пользователь не будет использовать такой скролл, чтобы просто просмотреть топ тысячу фильмов и так далее. Хорошо, вытекая следующий момент, а сколько? Ну, вы здесь можете поставить лимит, например, 10 фильмов, то есть 10 последних фильмов, на которые заходили, то есть просматриваемые. Можете уменьшить до 5, то есть даже можете 4 поставить, то есть 4 вот здесь что было и все, дальше чтобы не было. Но вытекая следующий момент, тогда нам лист будет ли выгодно использовать? Если мы будем всего лишь 4, 5 или 10 там хранить? Если меняться не будет, то нет. Правильно, если он меняться не будет, он меняться будет, но размер меняться не будет, то есть размер будет меняться в каком случае, то есть вы можете указать, что фильмов будет не 10, например, а 12. И выше этого лимита мы не будем там хранить. Тогда вытекает следующий вопрос. А зачем тогда нам массив, если мы знаем, сколько там будет элементов? Так, ребята, давайте сделаем паузу и потом продолжим. Хорошо? Хорошо. Так, отдыхайте. Так, Продолжение следует... 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 Ну давайте напишем назовем не знаю интерфейс и вот прям так и назовем в данном случае recent movies или movie storage тоже можно так создавайся в этом что я должен хранить я должен хранить массив из фильмов который хранит movies ну название не знаю там вот так ну даже было бы совсем правильно во первых не movies а movie во вторых нужно подключить а в третьих даже не просто get movies а get recent movies дальше мне что нужно мне нужно просто метод добавления метод чтения метод чтения у меня есть метод добавления будет void от movie вот так и в принципе все то есть считывание и добавление теперь я делаю реализацию к этому интерфейсу сервис добавить класс и реализует интерфейс вот он должен ругаться почему он не ругается я пока сам не понял вот ругается все и нужно реализовать этот метод дальше нам нужно его зарегистрировать чтобы чтобы он был как синглтон опять таки почему потому что этот класс я могу вызвать со всего с любой точки и он должен возвращать нам значение одного объекта то есть все записи будет в один и тот же сторож где я делаю регистрацию регистрацию я делаю в программ и делаю это следующим образом можно сделать ну прям так и напишем i rest storage вот так все ок это мы прописали теперь можем сделать следующее можем сделать что ну прям реализовать тот или иной функционал ну давайте зайдем уже реализуем функционал и вот самая большая ошибка которую все делают нам нужен здесь контейнер и я уверен на 100% что ни один из вас не сможет назвать правильно этот контейнер ребята ребята Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а зачем тогда говорить что-то? Ну, мне интересно, вот в какую сторону пойдет. Может, угадали? Ну, здесь не угадать нужно, здесь конкретно знать нужно. То есть вы не угадаете это. Я так понял, что обычные массивы, листы, это все не подходит. Да. Какой-то animerable или iqlary, что-то такое. Тоже нет, тоже нет. Простой массив на 10 тоже, да, не подойдет? Тоже нет. Еще есть dictionary. Нет. Hesite, dictionary, map, там, dequeue, queue, вот это все нет. Что-то наподобие queue, но не queue. Здесь нам... Типа стык. Нет, не ставят, не хип. Нам понадобится concurrent queue. Что это такое вообще? Слышали, пользовались? Ну, насколько помню, это очередь, то есть первый, второй, третий заходит. Если на четвертого не хватает, он первого гоняет. Да, это совершенно верно. Да, это верно. Ну, есть и concurrent, там, не знаю. Он такой, типа, дырявый стэк получается. Concurrent queue, стэк, dictionary. Именно concurrent, что такое? Это именно безопасный queue. Ну, thread safe, не знаю, здесь будут, ну, должно написано. Респонд, thread safe, first, ну, FIFA, понятно. Как очередь, да, была? Ну, да, очередь, ну... Зашел, первый ушел. Да, ну, тут суть не в том, что очередь, то есть вы могли бы использовать и лист, и еще что-то, то есть любой дикшнер вы можете использовать, но обязательно, чтобы это был concurrent. Почему concurrent? Потому что он безопасный в том плане, что он будет thread safe. А что это говорит? Это говорит о том, что вы загрузили на сервер этот проект, и зайдет туда я, зайдет туда Нулья, Олег, Сослан, Федор. То есть все мы зайдем туда, и все мы, когда будем нажимать на detail, будет произойдиться следующее действие. Мы все будем одновременно добавлять элемент в этот лист. Правильно? И именно нужно сделать concurrent, чтобы он был с thread безопасный, то есть при добавлении не было никаких ошибок, именно нужно использовать concurrent. С тасками, да, работал concurrent. Что? С тасками же безопасно работал. Да, он с тасками работает безопасно, совершенно верно. То есть с thread, когда мы запустим, в этот concurrent будет добавляться фильмы, и не будет никаких ошибок. То есть если бы мы использовали простой лист, неважно, Q или еще что, то у нас бы это просто не сработало. Мы одновременно зашли, а тут насил просто бы разорвался. То есть не получилось бы это добавить. Это понятно? Да. Хорошо. А получается, если ты серверную часть пишешь, что лучше всего бывает использовать concurrent, да? Да, правильно. Ну, здесь даже не только этот момент. Почему не только этот момент? Потому что, во-первых, это concurrent. Во-вторых, это singleton. То есть мы все будем обращаться в один и тот же лист. И то, что 10 человек зайдут и одновременно обращаться к листу, уже будут, это будет работать неправильно. Это именно потокобезопасный лист. То есть это потокобезопасный, ну не лист, а коллекция. Который не будет там выкидывать exception, он не будет там разорваться. То есть никаких проблем, проглючиваний и так далее не будет. А то, может быть, в один момент просто 10 человек сделали добавление. Даже если вы thread запихнете, по сути все равно, когда thread будет срабатывать, они все будут обрабатывать один и тот же лист. Правильно? Поэтому это будет не совсем корректно. А если concurrent, то он потока, скажем так, safe, то есть безопасный. И вы сможете запросто в него что-то добавлять. Хоть 100 человек зайдут и никаких проблем не будет. Это понятно, да? Хорошо. Теперь нужно написать реализацию. Реализацию нужно сделать следующее. Во-первых, что мы должны сделать? При возврате просто возьми, сделай this точка resend ну и здесь возьми первые 4. Вот так. Все. Ну прям инициализацию здесь сделаем. потом он мне встал. Так, мы на что ругаются? Не понял. Не все пути ведут. А, я реализацию сделал. Вот так. Окей. Это мы тоже сделали. Теперь нужно сделать следующий момент. Следующий момент какой? Нам нужно учесть добавление. Мы можем взять и просто делать что? Просто возьми movies. Значит, там есть два метода, если вы помните. Это resend. Ну, не два, там много методов, основные. То есть, добавление и удаление. Это enqueue, когда вы берете, добавляете в конец именно. И там dequeue есть. Tridequeue. Который берет, удаляет элемент и его его же возвращает. то есть, я могу просто делать enqueue, брать и добавлять этот фильм. Все. Но это будет не совсем правильно. Тысячу человек зайдет и будет тысячу фильмов. И он всегда будет брать первые четыре. Это не совсем хорошо. Вы должны здесь поставить условие, что возьми и удали этот фильм movie. Ну, если count. Ну, например, count у нас будет там, не знаю, movie. resend movie.count. Я ставлю условия. Ну, я хочу выводить только последние четыре просмотренных фильма. Ну, так и ставлю условия. Если больше четырех, то есть, я в первый раз добавил там один фильм. Count, не больше четырех. Он пройдет этот фильм. Два, три, четыре. Как только будет четыре, он тоже пропускает. когда уже будет пять, уже пять фильмов, то мне нужно удалять тот, кто зашел первым. То есть, первый добавленный фильм. Как я это сделаю? Ну, я это сделаю очень простым способом. Просто вызову movies, resend movies, как я его назвал? resend movies, точка, try dequeue. Здесь просто dequeue нету. Но есть try dequeue. То есть, безопасное удаление. И try dequeue нам просто, ну, прям, это так и работает. Он ничего не возвращает. Он возвращает true, false, то есть, удаление произошло, не произошло. И вот здесь он принимает параметр out movie, movie, ну, давайте удаляем их файл. То есть, то, что он удалит, он запишет, запишет, запишет вот сюда. То есть, это такой разносторонний метод, который возвращает true, false, при успешном удалении вернет true, при неуспешном вернет false. Если он удалил, то сюда он запишет тот фильм, который он удалил. Если он не вернул, то trash останется null. Вопросы? Пока нет. Хорошо. Если вопросов нет, идем дальше. Метод работы recent movie storage. Всем ясен? Да. Отлично. Дальше мы берем и применяем эту логику. Эту логику где примените? В home контроллер, потому что у нас единственный контроллер. Здесь я должен принять этот интерфейс recent movie storage и, конечно же, записать это в поле. А потом в индексе или в search. Где мне это нужно вывести? Хорошо. Мы это в индексе выводим. Правильно. Мы выводим в индексе, поэтому я пишу var recent movies равен recent movies storage только get movies. И все. Он вернет мне четыре фильма. Я их возьму, отправлю вот сюда. Потом я должен это принять. Я это принимаю следующим образом. модель точка я принимаю здесь iEnumerable из movie. Movie. И все. И вот здесь под recent movie я могу запустить div который класс будет row и вот здесь запускаю for each из model это будет model это будет movie все. И вот здесь что я что я сюда вставляю? название можно даже поставить я хочу чтобы в виде карточек было карточку как ну что написать скажите куда вставляем если нужно зайти куда-то могу зайти главное чтобы правильно сказали так мы туда по-моему даже вставляем ту же самую строчку что и search выдает там сразу и имидж и название что есть я хочу чтобы там были карточки 4 карточки фильм который просматривали как это делать сейчас вариантов нету Я вам что-то сказал, что я хочу сделать, чтобы здесь четыре карточки было. Вот сюда мне что написать. У нас есть компонент же уже готовый. Детейл. Или как его там называть? MoveCart Partition. Абсолютно верно. Я беру и сразу вот где я Partition вызываю. Вот этот Partition я копирую туда и будет вам четыре карточки. Вот сюда. Зачем это вот так? А это принимаю и вроде бы все. Я это запускаю. Сейчас он мне отобразит четыре фильма. Сколько мне фильм отобразит? Должен четыре у нас стоит. Ну пока ни одного, скорее всего, потому что мы же никакую не добавляли туда. Абсолютно верно. А что мне нужно сделать, чтобы он добавил? Повесить какой-то ивент, чтобы когда открываешь детейл, он добавлял в этот массив эти фильмы. Ну то, что ты открыл. Как-то надо так сделать. При загрузке страницы. Тоже можно при загрузке страницы. Или же сделать это по-другому. Каким способом? Я захожу в HomeController и отображаю только те фильмы, куда я нажал Detail. То есть вот здесь в Center. Movie Storage я делаю просто Add. И Add я делаю вот этот Result. То есть то, что он нашел. Result это Movie. Да, Movie. Вот этот Result. И все. Теперь я запускаю наш проект. Result Movie ничего нету. Я ввожу Hulk. Просматриваю этот Hulk. Так, просмотрел. И у меня ничего не появилось. Интересно. Так, а может он по этому не пошел. Ну нет, все равно он должен был это показать. Hulk. Detail. Он записал. Здесь он не вывел. Почему? Detail мы зашли. И в Result Movie Add сделали. А в индексе мы считываем название фильма. Давайте сделаем что. Так, здесь MessageBox нету. Ну, консоль можно использовать, кстати. Result. Movie Store. Peter Sandmovie. С точка. Каунт. Сейчас проверим, он точно возвращает или нет. Я запускаю это с консолью. Так. Фильмов 0. Я не искал. Все верно. Ввожу Hulk. Фильмов 0 должно быть. Захожу в Detail. Detail просмотрел. Возвращаюсь к Home. И опять у меня 0. Здесь что-то не так. Смотрим, что не так. Кто назовет, что не так, я поставлю сразу 12. Это нужно было быть внимательным. Чтобы вы поняли, что произошло. За это тоже я могу поставить 12. То есть, если вы скажете, в чем проблема. Не в кешировании. В кешировании все ок. Как вы видели, я перезашел. Опять было 0. Хотя я четко прописал, что когда зайдешь на Detail. Окей, вы можете сказать, а может он не зашел на Detail. Ну как не зашел. Я могу даже это вам продемонстрировать. Не пишу здесь. Севайт. Севайт. И я зашел. И вот здесь напишу, чтобы вы были уверены, что здесь все. То есть, что он добавил. И каунт стал у меня 1. Вот. 0. Я захожу в How. И будет 1. Detail. И вот 1. Зашел 1. Зашел 1. Но когда я возвращаюсь, он пишет 0. Что это? Прямо 12 поставлю, кто скажет. А покажите, где мы добавляем в этот массив фильм. В индексе мы считываем. В Detail мы делаем add. В этот recentMovie. Что внутри уже неинтересно. То есть, я сделал add. Потом я считываю getRessentMovies и count. И он вводит 1. То есть, он добавил. То есть, добавление произошло. Добавление есть. Считывание тоже есть. И метод реализован абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Проблема не... Индексу опять надо считать, да? Что? Индексу потом заново надо. Считать, да? Мы считываем details, а в индекс передаем. Нет, нет, нет. То есть, в индексе мы тоже считываем. Просто для того, чтобы вы увидели, что он добавил. И get, когда мы делаем, там 1. Но когда мы заходим обратно в индекс, нам getRessent возвращает 0. Почему? Почему? Еще раз вниз можно? Еще раз вопрос. Еще раз вниз можно? А, вниз. Вот это его. Еще раз, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok Если не поняли, проблема не в этом. То есть, здесь все реализовано правильно. Проблема вот здесь. Я его зарегистрировал как AdScope, а не как AdSingleton. Поэтому каждый раз мы обращались в новый объект. Ясно? Не, ну тут не мы виноваты уже были. Ну, реально. Нет, тут были не вы виноваты, но вы смогли бы понять, почему. То есть, то, что он вроде бы добавил, добавление было. Но в индексе он опять обнулялся. То есть, это вам уже должно было дать знать о том, что мы подключали его не как Singleton, а как другой сервис. Я это запускаю. Теперь я сделал AdSingleton и все время буду обращаться в один и тот же объект. То есть, если я запущу этот проект. Ввожу HALC. И программа падает. Почему? Давайте это все закрою. Здесь поставлено из экспресс. Запускаю файл. Ну, запускайся. Так, ввожу HALC. Вот, все. ДТЛ. Возвращаю назад. И этот ДТЛ уже у нас стоит. Если я введу Spider-Man. То будет Spider-Man. Здесь много моментов, которых нужно тоже просмотреть. Ну, например, какой. Во-первых, если мы на этот сайт не зашли. На этот сайт не зашли. Где он контроллер? Так, это я комментирую. Это не нужно. В ДТЛ я сделал каунт вызвал. Потом что? А, потом мне нужно вот здесь в индексе учесть следующее. Что если. То есть, если у меня, ну, сайт. Никто не заходил на этот сайт. И просмотр не было. Там же не должно быть recent movie и пусто. Поэтому я должен проверить. То есть, если модул. Точка. Дет. Ну, модул. Каунт. Каунт. Больше нуля. То только в этом случае. Вот это все покажи. Если не больше нуля. То, пожалуйста, ничего не показывай. Не нужно. Окей. Это первый момент. Второй момент. Вот сейчас ничего нет. Ну, не было просто. Я обращу Hulk. Смотрю. И он мне показывает данные. Вторая проблема. В следующем. Он не должен добавлять в этот ростер фильмы, которые уже есть. То есть, 10 человек зашли на Гарри Поттер и 10 Гарри Поттеров. Это не совсем правильно. Поэтому мы должны это учесть вот прям вот здесь. Прият. Мы должны ему сказать. Если. Вот где это. Вот это. Добавлять фильм только в том случае, если recent movie. movie не содержит этот фильм. То есть, если он не содержит movie. Не содержит. То в этом случае возьми и сделай декю. Вот. А если содержит, ничего не добавляй. Не нужно. Я это сохраняю. Запускаю. Пок. Пок. Детей. О. Так. Почему у нас дважды он добавляет. Спайдам. так хотя бы второй раз попробуем он не должен добавить нет он добавил да добавила что здесь не так если мови при добавлении если она если он содержит если он не содержит из контейнс вернет нам false то есть не содержит тогда я зайду и добавлю если каунт больше четырех то я возьму и удалю вроде бы здесь все правильно так очень интересный момент что здесь не так во первых почему он дважды добавляет почему он дважды добавляет вот потом изначально что-то прописали так и теперь клиент от контроля высотой тэк 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 мэр кэш от муми api аэрсант вроде бы здесь все чей он контроллер раз и добавил один здесь я считываю и передаю все что я не трогал а здесь и вызываю так и зашел запустить ну сейчас вообще идея нет почему он дважды заходит давайте еще раз посмотрим так другой браузер не открыт нет не открыть так это я закрываю запускаю заново очень где консоль консоль здесь я захожу на файл нажимаю один раз на enter один раз то есть много раз не сделал дальше я открываю вот этот detail один раз я зашел я зашел какой фига ты зашел так это произошло после того как я сделал detail давайте посмотрим на detail вот мой detail вот мой detail а я стык хелперами наверно что-то не то есть мой тэг хелпер тэг хелпер он заходит в тэг а где тэг хелпер проблема здесь да проблема сто процентов здесь здесь просто вроде бы здесь пока что все чисто у нас кто-то видит ошибку так я ему говорю что тэг хелпер тэг хелпер тэг хелпер тэг а если можно давайте сделаем что ну давайте сделаем если мы у меня нет при обоих случаях мы не нужен если ну был бы мы сюда не зашли я этот тэг хелпер не дописал здесь вот это неправильно вот это вот как правильно пока что вам показать не могу то есть к этому мы идем и вы увидите как правильно movies а он даже запрос не по два раза делает да он по два раза делал проблема в этом то что он делает по два раза хотя он должен это сделать по один раз он должен это сделать один раз проблема проблема теги в теге ну давайте пока что это отключим тогда пока что потому что это прям тег написан не совсем правильно в каком плане неправильно то что там еще контекст нужно ввести что путь мы могли отправить в принципе в принципе можем нет сейчас я не хочу запутаетесь ну сделаю что ну давайте во первых проверим это точно из-за этого чтобы прям прям точно убедиться здесь сделаем что почему как партишел я его взял и вот хотя могу здесь вернуть вырезать назад 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 потом не это вставляю это я вырезаю это я удаляю не вставляю вот сюда у нас было вот так вот это я комментирую сейчас он должен сделать по одному запросу то есть если проблема в тег то есть если проблема в тег проблема какая была я вам скажу вы кликаете на тег а он как тег а заходит и по второму кругу заходит как отдельный класс вот здесь то есть он и сюда заходит и оттуда выполняет поэтому это выполняется два раза сейчас точно убедить убедимся в этом так это я закрою и открою зону так ты зашел нет не за эту проблему на каком то моменте он дважды заходит почему добавляет один раз но по два да я зашел уже один раз печатается нет он два раза печатает вот в эту строчку он попадает дважды вот сюда вот сюда сюда он попадает дважды почему то есть кто-то вызывает это дважды detail иди у нас detail иди если мы detail ну detail иди оставим то есть его менять смысл смысл нету ммм в программе может быть что-то не то и это может быть что ну давайте вот это может чеширование происходит поэтому дважды делает то есть один раз запрос другой раз кэш вот это все сделано после вот этого тоже есть такая вероятность так здесь пока что ничего нету фильм пусто ввожу how окей нажимаю на detail он опять дважды он дважды в этот метод заходит поэтому два раза копирует ну может дебаг запустить хотя дебаг то я не думаю что он дважды туда зайдет так так в этот метод мы попадаем когда out detail я зашел сюда делаю дальше шаг так так записал сделал добавление я зашел печатает кажется не печатал сейчас напечатал я напечатал дальше спускаемся и он опять туда заходишь что за дичь то есть почему туда два что заходит так еще раз браузер у меня один открыт здесь у меня точно браузер один давайте вот все закрою и вот это закрою то есть я захожу в куда и нет search где бюшка search search я печатаю модул у меня search модул я печатаю каждый айтем и отправляю его партишин все здесь больше ничего нету то есть проблема может быть в партишин в партишине тэг а не обернут я кликаю на вот это вот он берет и делает переход в в detail он айс провод айди только какая здесь проблема давайте идс напишу он и он его и и У нас две кнопки detail. Почему там условия стоят? Где? До этого, которое было. Мишку заплетили. Куда зайти? Где detail была кнопка? Кнопка detail. У нас был картинный сейчас. Там if model plot null. Тогда отображать. Ну это если... Где-то еще есть. Нет, нет. Это условие говорит о том, чтобы он detail убирал, когда мы будем находиться в detail. То есть если полное расписание null, то это говорит о том, что нужно detail показать. Так, проект перебили где. Так. Сейчас он эту кнопку всегда будет показывать и в detail и там. Вот сейчас он проверяет, pilot у нас здесь нет, это описание. Описание нету, поэтому он detail показывает. Когда я захожу на detail, кнопка опять detail остается. Здесь pilot есть, а detail осталось. Поэтому это условие было для того, что если описание есть, то мы находимся в detail, и кнопку detail отображать не нужно. А если мы на одну кнопку нажимаем, вторая не срабатывает? А где события? Вот мы на detail нажимаем. Вот detail. Мы на него нажимаем. И вот эта кнопка делает запрос вот сюда. Один он сделает. Тег a подчеркчен. Ай да, я кажется понял. Там же ее не видно, но она и... Нет, здесь тоже же a. У нас два тега, которые привязаны к a. Господи. Из-за этого точно. Давайте проверим. Будет прям... Вот поэтому все нужно комментировать. Это я на одном и том же примере все показываю. Вот так потом ищу. Так сейчас убедимся в этом или не в этом. Нет, мразь, не в этом. Он опять два раза шел. Так это я закомментирую. Здесь у меня давайте тоже закомментировать. Прям точно, чтобы поняли, что проблема не в этом. Запрос дважды идет. Вот, кстати, кэширование хотел вряд ли. Ну, сейчас позже все закомментируем и увидим, где ошибка. Так, опять два раза. Можно два-четыре. Так, так, так. You move, cut, partition. Что я хотел убрать, я забыл. Кэширование. А, чеширование, да. Так, чеширование убрали. Это убрали. Почему он дважды делает. Интересный момент. Нет, он дважды находит. Где D3? Один чтимайл. Так, тег A здесь есть. Нет, дело не в этом. Дин чтимайл совсем не то. Причем. Ну интересно что коряло как-то работает почему коряло он в метод два раза хоть правильно на консоли показывает дважды обращение да значит он в этот метод дважды то есть в этот метод два раза заходит хорошо согласен он заходит два раза мы это убедились но мы вызываем два раза мы делаем два раза от одни тоже фильм правильно мы делаем от два раза один тоже фильм но при этом он берет и добавляет это последовательно хотя здесь написал что если контейн здесь такое фильме есть и будет true то в этот не заходи если false то есть такого фильма нету тогда сделаем тюнки это добавление в конец ладно дважды сделала здесь почему не срабатывает я ответ получаю возвращаю захожу в этот if я зайду и он добавит логика такая он заходит как мы видим и добавляет то есть теперь у нас содержит один фильм один фильм который будет вот окей дальше я отсюда выхожу опять вызывается этот метод он опять делает запрос и второй раз он добавить не должен то есть должен сработать else ай да я пропустил момент еще раз еще раз detail мы заходим сюда первый раз понятно он вот а нет мы не прошли я быстро сдал так здесь он в этот и попала и потому что фильмов нету делать добавление это первый раз окей во второй раз он не должен добавить посмотрим как он себя ведет во второй раз во второй раз я получаю этот фильм в этот и попасть я не должен я попадаю я попадаю я попадаю в этот фильм очень интересно в этом фильме уже будет так это фильм что хранить ровно тот же самый фильм теперь здесь уже два почему давайте проверим 134 806 134 806 Эдвард Нортон Виф Тайлер Эдвард Нортон Виф Тайлер два разных объекта почему он добавляет это давайте сделаем что Орлайд и кулс и проверяет что здесь мы и и и и и вообще менять нельзя менять нельзя она может скомментировать ну и а здесь сравниваю вот ну давайте по почему по количеству ну и точка амдб иди давайте у каждого иди будет лично и здесь я проверяю так и кулс я перегрузил get hash code тоже ну давайте просто это проверим сейчас он дважды не должен добавить холл detail и он не добавил дважды я запишу спадами так вопросы но все еще залазить я зашел два раза все равно да 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 все равно два раза в данном случае что мы сделали вам ясно стало ну да мы запретили отображать есть ликвы да есть ликвы то есть он сравнивал не по значению а по ссылке ссылки у них были разные поэтому он то есть это не срабатывал то есть как минимум мы так обошли но то что он вызывает дважды это пока что не совсем понятно то есть по сути мы все убрали и здесь какая последовательность ну контроллер без вью нам нужен обязательно потом адмори кэш ищите пиклайент и здесь здесь нигде нет просто тег а асп контроллер асп акшен асп раут айди модул амди я делаю клик эмейл закомментировал ну на всякий пожарный если мог это тоже закомментируем мало ли то есть это не должно никак влиять вот прям никак что-то вызывает его дважды не могу понять пока что что ну что с тобой устало Продолжение следует... 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 нету два раза все равно на какой-то маленький момент мы пропускаем не знаю какой из-за того что часто мы меняли ну окей пока что давайте оставим так пока что оставим так вариантов у меня пока что нету ну на следующем уроке наверно можно будет посмотреть на следующем уроке может быть посмотреть просто полная дичь мы заходим в этот метод мы делаем return view потом он заново заходит в этот метод то есть такого вообще не нужно было быть как это происходит вообще интересно мне это сохраняем закрывая давайте посмотрим это на предыдущем вот здесь на 1 по 11 такая же история была или мы на этом уроке что-то добавили и учили и тут есть где-то поискать по всем именам detail где открывается он где используется detail и он будет искать везде вот здесь лог зашел запускаю так есть экспресс мы не можем так он два раза заходит давайте на втором посмотрим ну Вы тоже дома посмотрите, вдруг смогли найти Вот он зашел один раз, а нет, второй раз тоже зашел Может там при создании я редиректа или что-то указал, поэтому он Дважды запрос, просто интересно то, что он зашел, он вернул страницу, потом идет второй запрос Может при создании проекта, это я посмотрю потом, это изначально у нас было Просто мы себя не делали и поэтому не увидели По сути, я вам это задавал Так, у кого-то вопросы есть? Говорит, но у меня все по поводу того, что у меня никак это не проходит Портэйшн, как он называется-то? Не работает, в общем, у меня Портэйшн А вы скачивали проект, который найдете? Нет, я решила сама, еще заново, все сидела сама, с нуля Полностью заново пересдала, я полностью вот сейчас, как это, получается все, что там уже делали И уже там на четвертый урок я делала уже через копирование Ну, чтобы у меня там то менялось, это менялось То есть сам я его закомментировала А все у меня работает через сейчас копирование Но я вам могу показать Вот как раз он у меня начинает не работать, когда подключается вот этот вот Портэйшн Или как он правильно называется И потом не отрабатывает ни деталей Проблема на самом деле в чем? Вот у нас тоже сейчас на данный момент это проблема Проблема в том, что когда мы создавали проект, я создавал его с нуля То есть с нуля никто не создает Нужно там вот прям все учитывать, конфигурацию, там пятое, десятое Было бы проще создать уже готовый MSI проект, который уже все учтено Ну и там, наверное, запросов double не было бы То есть мы взяли все с нуля, написали, там подключили Там endpoint, подключили, вот это все подключили Поэтому сейчас у нас трудности То, что мы все с нуля делаем Но если мы готовый MSI проект бы создали То никаких бы трудностей у нас не было Потому что все дефолтные настройки уже по дефолту были простроены Ясно? Ну это понятно Но у вас же работает в проекте А почему у меня не работает? Поэтому вы возьмите По сути вы все скопировали, дошли до партишна, правильно? Да, но дело в том, что до партишна вы тоже доходили То есть вы не подключали никакие ни скрипты Ну вот это либо все, вот это вы не брали У вас работало, а у меня не работает Я, конечно, все подключила А потом, значит, тоже так же, как вы взяла этот пустой, ну как это Visual Studio, все прям скопировала полностью Либо все, все скрипты, все, все, все полностью я подключила Но все равно не работает В реальной практике так не будет То есть вы не будете все с нуля делать Уже все готово, на шаблонах будет Это-то понятно, а мне все равно интересно, почему не работает Потому что вы сейчас, когда идете по проекту Вы именно партишн всегда как-то используется он везде А у меня, получается, идет копирование Поэтому, когда вы дошли до партишна То есть на каком видеоуроке вы это сделали Именно тот проект возьмите из гита То есть не нужно брать самую последнюю версию Возьмите тот проект, докуда вы дошли Запустите его и проверьте У вас партишн работать будет или не будет Если партишн работает, то с обновлениями все окей То есть у вас проблем уже в проекте Если у вас этот партишн не заработает Значит у вас или Visual Studio с dotnet версией SDK версии не подходит То есть несочетание, поэтому просто не может это проработать Я даже на семерке, я не шестерку, а семерку То есть это не говорит о том, что на семь у вас не будет ошибок То есть когда dotnet с каждой новой версией Старое несочетание идет А может вы посмотрите, у меня просто закоменчено Вот просто закомментировала Вот прям конкретно три вот этих вот Папочки посмотрите Ну я могу посмотреть Вот прям три секунды прям я все подготовила Да, поделитесь Видно? Да В общем сейчас Так у меня получается Вот сам Movie card partition Потом вот Прописываем Вот это не работает, но я вам отправила То, что мы здесь прописывали Ну вот он идет И в search То есть, а у меня вот это вот все копирование Которое здесь идет Полностью Детали Оно у меня все И карточки, и все выходит Я могу даже показать Зайдите во view import Вот прям с нуля Начнем, что нужно делать Нужно найти во view import View import у меня Все там нормально Здесь у вас проект movies Вы подключается от Tech helper movie Окей И microsoft Isp.net Core.mvc.techhelpers Окей Здесь все окей Вернитесь в Партишек, где вы вызываете Он не работает Так Полностью он ничего не работает Детейл Детейл Или search Как он у вас И search Вот Search он полностью идет Вот он Раскройте обозреватель решений Ну вы же неправильно назвали Поэтому у вас не работает Вы должны назвать Нижнее Смотрите На 38 строчке Нижнее Так Минутку На 38 строчке Нужно назвать Name Равно Нижнее подчеркивание Потом movie Как потише А вы просто movie Как потише Вызываете Ясно? А Вот где у меня Так Это получается В search Раскомментируйте Проверьте А давайте я сейчас Закомменчиваю Поверьте Все мы проверим Да Тут же в принципе Я все как бы подготовила Много сделали Нет Только А контейнер Контейнер закрыла С 20 строчки Только Да Я раскомменчиваю Я раскомменчиваю Что у меня сломалось Контрул З Верните Контрул З Ой да я обратно Просто так Вернусь И все Так у меня А вот он 20 строчка И 31 Нет 20 и 31 Почему 20 и 31 Потому что нужно 20 и 31 Вот это вот Только Мне Forage Нужен Ну да Forage Нужен Поэтому С 20 до 31 Да 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 И внизу Да Внизу Раскомментируйте И все Окей Не не Стоп Ничего не делайте На 34 Строчку Удалите Ой Ну У меня Что Все работает Нет Давайте Нет 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 Не нужно Ничего возвращать Ну зачем Шаг Вперед Сделайте Мне вот это Только Раскоммитить Надо Вот это Раскоммитила Давайте Так 34 строчку Удалите Пожалуйста А Вот это Ой Это же Мои Комментарии 20 и 31 Закомментируйте Все Теперь Все Стоп Не торопитесь 23 строчку Вот там У вас Собачка Звездочка Это удалите На 23 строчке Начало Где Image SRC Там есть Собачка Звездочка Видите Так Где у меня А вот она Она попала Куда Да Это удалите Угу И то что В начале Удалите 23 строчка В начале Собачка Звездочка А вот она Попала Это тоже Удалите И все Ага Все Теперь Movie Card Particle Нижнее подчеркивание Поставьте Теперь Запустите Пожалуйста Подождите Я еще тут Нет Сам Чтобы проверить Сразу Заводим Что Что Ну все Сейчас Перезапущу Нижнее подчеркивание Ага Забыла Так Так Ребята В принципе У кого Вопросов Нет Можете Идти Всем Всего Хорошего Ошибка Вышла У вас Search Как минимум Сработал Правильно Detail Не сработал Да Да Сверните То есть Partition Сработал Значит Я тут Еще Поищу Может День Я чего Ни Сама Не дописала Но Partition Сработал А то Не работало Вообще Да Все Главное Решили Эту Проблем Значит Там Где-то Еще Посмотреть Надо Хорошо Спасибо Ну у меня Там Еще Со Скриптом Что-то Не так Но я Еще Пройду Потому что Я не успеваю Ничего С тем Что Все Переделываю Но даже Мне это На пользу Пошло По крайней Мере Знаю Где Что Находится Спасибо Большое До свидания Всего Хорошего До свидания Субтитры Субтитры